Эпизодов матча первого круга, в котором Ювентус победил. Точные встречи на Сан-Сиро и победы Милана, последние в чемпионате. Но теперь давайте помимо местной, региональной, болеет любой человек. И этот чаще всего в роли резервного арбитра помогают Фабри. И теперь о составах. Помню, травмирован Джан-Луиджи Донна Рума, 22-й Матео Мусакио, Алисио. 24-й Данииле Ругани, 37-й Леонардо Спинат Соло, 12-й Аликс Сандро. Бакаюко, 79-й Франкеси, 19-й Кшиштоф, Пионтек, 11-й Фабио. Боит на газон, тот поднимается и успевает отбросить мяч партнеру. По-моему, мяч в поле. Можно самому атаковать, отличная подача, удар в ближний угол. И Пионтек должен был открывать счет на второй. И опускается точно на голову Пионтеку, удар в дальний угол. Притормаживает, теряет тэп, но нет, смотрите, перевод, мяч перелетает Данииле Руган. Уже провели очную встречу в финале Лиги Чемпионов. Дортмундская Баруссия и Бавария. Счетом чемпионы продолжает терроризировать буквально всех своих соперников. Неоднократно атака Милана. Чалхан углу. Удар от ворот мне показалось, нет? И минуты матча с Усо. Но сейчас удар крайне неудачный. Не получился проход. Рейна мяч заберет. В интересах Ювентуса, чтобы запутать. Не самая серьезная идет игра, но это очень сложный период. Но Ювентус спокоен. Вот дышит. Сыграно как раз там, по-моему, Леонардо Спинацоло и был. Обругать Леонардо предателем и прочими. В зале уже уходит. Дебало, а почему сам не стал атаковать положение вне игры? У Джорджа Келлини в августе исполнится 35. И нарушение, по-моему, там слегка и подталкивал, и рукой придерживал Тимоя Бакайоку. В принципе, со штрафных он забивает, особенно в последние годы, немного. Удивительный, чудеснейший удар нанесет, как в матче Испания-Португалия на чемпионат. Да, штрафной и как раз опасная игра со стороны Манджукича. В результате отца Калабрия хорошо сыграл. Кесси, тут же высокая подача. Попытка забросить. И вообще, в какой-то момент попутались. Дерби де ла моле. Туринская есть. Римская. Выполнять стандарты на ближний угол вратарский. Вратарский мяч посылает. Игрой на чужой половине поля. Подача снова не удается. Сыграл с партнером по обороне. Мяч полетел. И это было довольно серьезно. Но и действительно попал в первую сборную в 2015 году. Проход Франка Кесси угловой. Вот на этом. Разворот Бакайоко. И еще один угловой. Сандро выносит мяч через центр. И удар с разворота. Хороший, плотный удар. За место сегодня травма партнера. Помогла. Не очень напрягает твою оборону. Один из вот таких. Родригес. Удар от ворот. Снова в центре поля. Борьба, перехват. Да далековато, далековато отпустил мяч. По снизу. Удар. А в ближний угол смотрелся. Удар. Пауза. Уходит во фланг. Но и опытнейший игрок сборной Швейцарии. Рикардо Родригес. Гордески. Хорошая диагональ. По замыслу. Хороший заброс. Едва не долетает мяч. Допьем. Дескать, докажи. Еще раз, а еще раз. Дубль в матче. И может быть действительно в движущейся части руки. Алекса Сандро. А ведь может ее убрать, но не убирает. Александро. Пенальти. Вот это должно будет считаться. Безусловно. Варр, еще раз подчеркну. Это просто технология. Тихо Леонардо. Момент. Пионте. Гол. 1-0. Все правильно. Пауло Мальдини. Может быть доволен. Я не успел его назвать. Среди сидевших. Вот в этом секторе. Гостей. Как команда забила. Милан выходит вперед на 40-й минуте. Грубая ошибка. Ну, скорее Бануччи, конечно. Который подсунул мяч Бентанкуру. Собственно, Бентанкур не успел даже этим мячом овладеть толком. А Дженуа, и вот теперь перешедший в Милан. И совершенно. Адача и Романьоли выбивает мяч. Правда, не очень надежно. Оставил лишь провел, а дальше начал забивать регулярно. У Милана были минута. На гол тратится, да, примерно одинаково у всех этих футболистов. Главное, не пропустил. Так что первый гол вот с той геноидской встречи сегодня Ювентус Протайм играет. Он иногда настойчиво, как сейчас, пытаясь. Бернардески, да, в створ попытался отправить мяч для небольшого рикошета. Сдоколепен вытаскивает мяч из-под перекладины. Дибало удар, попадание в створ. Но не слишком. И гол Пионтыка случились. Но вот сейчас Ювентус очень близок был. Сап, прорыв, без нарушения правил. Матео Мусакио. И команды отправляются на перерыв. В финале оба раза был одним из испанских грандов довольно серьезного дира. Состав Юве. Манджукич с мячом, передача поперек поля. Но здесь сыграл здорово Хакан Чалхан. Кшиштоф Пионтек номер 19 судит матч бригада Микаэля Фабри. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Сегодня без Криштиану Ювентус обходится. Его нет даже в заявке. Среди запасных есть же Оконс. Пас вперед на Пионтыка. Играет он жестко против Бануччи. Но не просто он. Но саму... Ой-ой-ой-ой-ой, Рейна. Как? 4 в 4 атака. Передача и удар. И из угла мяч достает. Так. Это нельзя не отметить. Милана Чалхан углу в штрафную. Борини угловой. Могло быть гораздо... Перехват Милана. Была там не самая аккуратная игра. В том, как все эти денежные дела вести. Защитник играет через себя. Простой выезд всегда. Потеря. Еще одна. Удар. В дальний угол. И запоздал. Одна предпоследняя и другая последняя. Иба Мрэджана, получившего травму, уже сменил. В игре Бакаюко. Удар в створ. Он достаточно простым. Он был. Фланг. Дебалов штрафной. Ставит корпус. Мусакио против Дебалы. Сыграл ли здесь рукой? Ну, вы знаете. Вот с этой... Еще нужно проверить Дебалу на офсайт. Наперника. Похоже, что пенальти назначен верно. Тучи. Дебала здорово грудью сбросил мяч. И не пустил к нему Сапи сейчас забить. Разбег Паула Дебала. Удар. 1-1. По центру пускает мяч аргентинец. Он не забивал с февраля. Но, впрочем, это не так давно было. Два мяча в 24-м и 25-м турах на счету Паула Дебалы. Причем Болонии он забил победный мяч. Единственный в матче. Возвращаясь найти, когда же это было. А, Ювентус. Милан 1-7. В 50-м году. Милан вновь атакует. Хорошая пауза. Удар в ближний угол. Фабио. Уже играет не так часто. Значит, готов. Великолепно. Удар по воротам. Ближний угол. Мяч цепляет сеть. Зекин. Мы о нем с вами поговорили в первом тайме. Конечно, это надежда. Не только Ювентуса, но и выдавили соперники. И, тем не менее, продолжили атаку. Манджукич кин. Бентанкур. И спасается Милан. Бентанкур. Скидка. Уругвайц бьет. Попадает в Мусаккио. И пролетает Барин. При равном счете. Было нарушение. Было нарушение правил. Бануччу. Зона по-другому заиграла. Это Пьонтек. Пьонтек. Пробрасывает мяч. В итоге. Мяч под ногой. Отличная передача. Манджукич прострял. Но и тут великолепен. Пола получает момент. Удар. Мой закин. А после отскока выше ворот. Как он не попадает. Налетел на одного. Защитника на другого. Заставил третьего фалить. Давида Калабрия. Это острота. Подача слишком сильно. Мяч перелетает Сусу. Достается Бернардески. Играет с выходом Мойзе Кина. Чуть левее центральной оси. Тяжелой флаг. Подача. Нет, нет. Гол не будет засчитан. Уже очень звучит. Пьянича. Удар по воротам. Сами Кедиры. Не просто. Подача. Удар. И счет мог стать 2-1. Александру везде. Испанец с удовольствием идет в дриблинг. Даже если перед ним 4 человека. Но Ювентус атакует. И удар мощнейший. Наносит Бернардески. И вновь Бернардески. Кин. Мойзе Кин удар. Выдерживает. Йоко приближается к чужим воротам. И 84-я минута. Чалхану Глу. Удар. Ну, в дальний угол. По штрафту Мойзе Кин. Удар. Гол. 2-1. Ювентус выходит вперед. Давиде Калабре. Ужасающий. То, что называют футболисты. Обрез. Передача через центр. В опасную зону. А не еле обнимает Недведа. Все ликуют. Потому, что проигрывать Ювентус не хочет, не желает и не будет. Даже когда чемпионат уже практически в кармане. Но по дополнительным показателям Ювентус еще и опередит Наполи. Так что даже в этом туре уже Юве может стать чемпионом. Если сегодня доведет матч до победы, а Наполи проиграет в пробке. Это известно. Особенно, когда не требуется весь матч тут сновать.